Мотоклуб «Ночные волки» Рабочая поездка Да, мы об этом сегодня поговорим И Назар пришел сегодня не один Сегодня у нас интересные гости Виталий Шереметьев Это фонд «Наследие», который уже много лет также занимается поездками в Донецкую Республику, в Луганскую Республику с гуманитарным конвоем Это происходило еще до событий начала 2022 года Ну а также сегодня в студии у нас Александр Гриденко, это депутат Народного собрания ДНР Здравствуйте Добрый день Добрый день Рада всех вас здесь видеть Также у нас здесь незримо присутствует Олег Сатин, скульптор, член мотоклуба «Ночные волки» Также участник этой поездки Вот об этом мы сегодня с вами и поговорим Ну давайте начнем, наверное, с самого, вернее, с этой самой вот поездки, которая стала поводом к сегодняшней встрече А потом копнем в глубину, можно сказать Так? Назар, как я знаю, ты давно неравнодушен ко всему происходящему, это все понятно И занимается ваш клуб помощью, как ты сказал, адресной То есть вы везете конкретно, например, в медицинское учреждение то, что они попросили, там бойцам что-то другое Может быть, граждан какую-то конкретную гуманитарную помощь, откуда вы узнаете это все, кто вам помогает Или это вместе с Виталием происходит как-то вот сбор этой информации Да, совершенно верно, мы работаем адресно, то есть мы взаимодействуем с различными структурами, людьми То есть это и гражданские, и военные И формулируются определенные запросы, то есть что конкретно людям надо, включая и передовую бойцам И определенные тыловые структуры, и медицинские, и детские То есть формируется определенный запрос, эти потребности, вещи, эти предметы собираются И доставляются адресно, то есть передаются из рук в руки И что важно, это все мы снимаем, показываем То есть люди, которые оказывают помощь, в том числе и средствами, определенными материалами Они видят, что то, что они дают, это доходит до получателя Это, конечно, намного повышает привлекательность И, как ты правильно сказала, я могу говорить за ночных волков Мы работаем уже давно, для нас наша русская весна началась еще в 2014 году в Севастополе А на самом деле еще раньше, в 2009, когда мы в Севастополе, еще оккупированном Украиной Привели первое байк-шоу под российским флагом Потом русская весна и дальше Новороссия, Донбасс Организация наследия, за это лучше Виталий скажет Они тоже работают уже много лет И поэтому для нас это не вдруг сейчас началось И вот эти гуманитарные конвои, они ходят, они работают, ездят Причем люди с разных уголков России подключаются Работают в этом направлении своими связями, своим потенциалом, своей храбростью Это, ну, работа действительно опасная И эта работа идет постоянно То есть вот мы только вернулись Уже сформированы, по сути, материалы гуманитарной помощи на следующую, скажем так, конвой Мы уже, я говорю, за Питер, мы уже готовы А работает вся страна, действительно, вся страна сейчас поддерживает вот этот Донбасс Который на сегодняшний день, не побоюсь этого слова, он является, Донбасс, это совесть мира И сейчас эта совесть мира, она решает всю судьбу планеты Потому что как сейчас это все пойдет, то дальше будет развиваться вообще весь ход мировой истории Я думаю, сейчас вот Виталий Сергеевич, он расскажет про свою организацию Что она собой представляет И расскажет о той огромной работе, которая уже не первый год делается Когда вы начали этим заниматься и почему? Начали заниматься в 2017 году Вообще, надо сказать, что наша организация это молодежное крыло Российского Союза ветеранов Афганистана Мы создавались в 2015 году, как молодежное крыло, развивались, развились большую, серьезную молодежную организацию Которая заняла свое, такое определенное место в ранге общественных, общероссийских организаций страны молодежных И в 2017 году, по следам наших товарищей старших, мы, так скажем, появились на Донбассе Появились, начали прощупывать, смотреть, где мы можем, чем мы можем быть полезны Какую информацию мы можем нести И мы участвовали достаточно серьезно в интеграционных разных программах Это совместные акции, мероприятия, которые реализовывались в том числе на территории России Которые инициировались ребятами молодыми из Донбасса Мы работали с различными социальными структурами То есть старались помогать адресно, как это было уже отмечено, это очень важно Потому что сам адресный запрос, когда ты понимаешь, откуда он пришел И куда у тебя в конечном итоге вернется тот груз или то, что нужно Та потребность, которую нужно будет перекрыть, это очень-очень важно На протяжении многих лет сложилась уже такая хорошая, серьезная дружба Большая дружба Огромное количество людей, глав регионов, районов, депутатов Народного совета Молодежных лидеров общественного мнения И в феврале этого года, когда началась специальная военная операция Конечно же нам было проще уже заходить, зная полностью всю конъюнктуру рынка На котором, на молодежной политике, так скажем, на которой мы трудимся и работаем Для того, чтобы дальше реализовываться Мы сделали направление по добровольчеству Честно скажу, на самом деле, наша организация, у нас волонтерская деятельность Она не была, наверное, главенствующей вообще по жизни Потому что существует большое различное количество организаций в стране Именно волонтерских организаций Есть ассоциация волонтерских центров, которая объединяет это Но пандемия нас подстегнула Так как мы работаем с ветеранским сообществом И мы были вынуждены, и это был наш, так скажем, сыновий долг Создать малые волонтерские группы Которые начали работать в городах, регионах России А потом это переросло уже в движение добровольческое И, соответственно, сейчас ребята наши выезжают И работают на территории Донбасса, на освобожденных территориях А проводником стали наши друзья и товарищи Как раз Донецкой Народной Республики Александр Гриденко Это тот человек, который с нами на протяжении этих многих лет работал Ну и, соответственно, ребята, зная полностью уже всю местность Зная потребности Зная, куда нас можно привести за руку Они, собственно, это и делают Слушайте, ну вот первый вопрос у меня абсолютно женский Абсолютно дилетантский Вообще ввести гуманитарный комвой туда Мне кажется, что это опасно, страшно И сопряжено с какими-то очень такими серьезными рисками Ну, опасная работа вообще это свойственно мужчинам Делать некую опасную работу, если это кому-то нужно Поэтому, да, есть определенный риск И, к сожалению, есть и потери И в том числе и среди волонтеров Ну, Виталий расскажет Да, это опасно, но что делать? Такая работа И мы там, где в нас нуждаются И где нужна помощь Опасно там жить Это вот то, что касается То, что может Саша ответить Ездить мы приехали, заехали, уехали Отработали А ребята живут там на протяжении этих уже девятого года Под обстрелами каждый день Их дети растут, ходят в школы Я думаю, Саша два слова скажет Надо понимать, что на Донбассе война началась не в феврале Она идет уже девятый год И гибнут люди, гибнут дети Разрушаются дома Разрушается инфраструктура И люди в этом живут Живут и выживают И у нас уже, по сути, получается На Донбассе выросло поколение детей Которые другой жизни не знали Они уже пошли в школу Совершенно верно У меня двое детей Одному десять лет, второму восемь То есть непосредственно все восемь лет прожили в Донецке И первые восемь лет, так сказать Во время этой войны Проходили у нас, так сказать, монотон И вот уже с началом военной операции Такая активная фаза Да, было страшно какие-то моменты И даже когда мы везли гуманитарные грузы Как вы спросили Это было вначале непонятно, тяжело И непосредственно страшно, и опасно Позже, сейчас уже выработаны алгоритмы Мы понимаем логистику Как это все организовать Намного уже стало проще Дети Донбасса, какие они? Дети Донбасса Буквально сегодня я начал Опять же Смотреть на своего сына младшего И задумываться Что его отличает от детей питерских Которых сегодня много каникул Мы встречали там на выставках Да, в принципе, ничем не отличаются Просто уже знают Когда что-то громко бахает Они знают, где выход Где вход Где бомбят Где наши отрабатывают Вот это единственное отличие Более спокойные Выдержанные То есть эти дети знают Что летит, откуда И что при этом надо делать Да, знают Слушайте, у меня может быть Тоже такой вопрос И с одной стороны банальный И с другой стороны Я тоже часто очень слышу Вот все это Что Есть для сравнения Вот все те 8 лет, которые прошли Какое-то количество людей погибло То, что началось в феврале Все это только усилило Усилило количество погибших людей Безусловно И вопрос возникает У людей такой Вообще А стоило ли все это начинать Если столько людей гибнет Еще больше людей Такие потери огромные Колоссальные Конечно, стоило В первые дни С военной спецоперации Ну, 24 февраля Я непосредственно уже понимал Когда все начиналось Мы с нашим активом Тоже молодые ребята Мы пошли в военкомат И добровольно мобилизовались Дальше информацию Просто получали Так же, как и вы От интернет-источников Чуть-чуть позже Стало больше информации Когда мы уже подходили К Мариуполю Были взяты Ноутбуки Была получена информация Которая Четко говорила Что в ближайшие 3 дня Если бы мы не начали Военную операцию Украинская армия Прошла бы Донецк насквозь И тогда бы Жертв было бы Намного больше Это было обязательно И крайне важно Начать Тогда Когда мы это начали То есть здесь мы действительно Ударили первыми Но удар оттуда Был неизбежен И действительно В этом мы смогли В чем-то переломить Ситуацию Да, сейчас Донбасс Эти территории Они платят Огромную цену Но за счет этой цены Это не происходит Сейчас как В 41 году Под Москвой Это факт Продолжаем наш разговор Итак, Мариуполь У нас, кстати говоря Работает видеотрансляция На нашем сайте Можно зайти Увидеть Видеотрансляцию Из студии И также В нашей группе Вконтакте И там Кроме того Ребята сегодня Привезли еще И фотографии И видео С места событий И так Мы говорим Про Мариуполь Сейчас И про выдачу Гуманитарной помощи Именно там Вот сейчас Виталий Шреметьев Как раз Говорил Что первый раз Даже не совсем понимал Как это все работает Как нужно Общаться с людьми И так далее Расскажите об этом Действительно С Сашей Мы вместе Ну собственно Он и завозил нас Первый раз Мариуполь Это было Еще событие Когда шел Лютый обстрел Азовстали Бесконечный обстрел Это уже апрель Наверное Это конец марта Начало апреля Да был И соответственно Ну ребята Были до этого А наш первый заезд Когда мы были готовы Уже вот так вот Немножко собрались И поехали Вы тоже задавали вопрос Вот ранее Страшно или нет Вы знаете Вот всегда есть Какое-то щемящее чувство Когда подъезжаешь Границы И переходишь И Ну вот Есть какое-то такое Да Ощущение Которое тебя тревожит Как только переступил Начал работать Действовать Уже нет смысла переживать От тебя уже мало что зависит Ну как бы Кроме собственно безопасности Да Которую ты можешь себе обеспечить Вот Ты просто берешь и делаешь И двигаешься И вот первый раз Когда заехали Сунулись Попытались там В один двор Во второй двор Шли бои И мы подъехали К нашим знакомым ребятам Кстати афганцы В том числе Командир роты был Дмитрий Агилец Ему большой привет Вот Вот он тогда Находился на определенном секторе Мы подъехали И у него был дом Который был там Полуразрушен И в нем находились Мирные жители То есть те люди Которые из соседних домов Которые просто в руинах находились Они жили там Да И вот пребывали А их задача была Защищать этих людей Оберегать Чтобы собственно Нацистские все эти Банформирования До них не добрались Да И не разбили эти дома И людей не поубивали И мы приехали На таком подъеме Значит Дмитрий позвал Всех Семьи Которые проживают Да И сказал Что сейчас Будет выдача Гуманитарной помощи И у меня был Такой порыв Я думаю Ну вот хотелось Пообщаться Хотелось узнать Да Поговорить Что-то пожелать Поддержать И так далее И когда эти люди вышли Они вот перед машиной встали Мы открыли борт Я не сказал ничего Ни слова Я не смог просто сказать У меня был кон в горле Потому что Ну Говорить или спрашивать Как у них дела Это было абсолютно абсурдно А попытаться им что-то сказать Или пожелать Или посоветовать Это просто Ну звучало бы Может быть Как какое-то издевательство Эти люди молча Получали или не молча Они благодарили Они там подходили И передавали привет И в этот же момент Ребята Которые были с нами Записывали видеообращения Людей Которые искали своих родственников По Мариуполю Которые искали родственников В России Вообще пытались выйти На связь с кем-то Это какой-то Знаете Это не хаос Но это просто Такое мероприятие В котором ты не можешь Быть готовым И после Когда ребята Заезжали уже позже С нами Я всех предупреждал И все так геройски Говорили Да нет Ну сейчас мы запишем видео Может быть Ни у кого Вот честно скажу Ну я не знаю Людей Кто бы заезжал со мной Кто бы с первого раза Смог заговорить Вот с этими мирными жителями И вот о чем-то О чем-то поговорить О чем-то спросить Или что-то передать Позже да Позже уже учатся Умеют Уже общаемся Уже выводим на разговор Пытаемся поговорить Что-то узнать Какую-то информацию Что-то передать Мы находили Вот кстати Вот сейчас вот кратко Через мотоклуб Ночные волки Ребята заезжали с нами В один из заездов Мы встретили Девушку Приехали адресно Привезли туда Нам попросили отвезти туда Гуманитарный набор И мы привезли И ее сестра вышла И говорит А у нас сестра живет в Германии Во Франкфурте Если не ошибаюсь Говорит Мы не знаем Как с ней связаться Она ничего не знает про нас Можете помочь И ребята Буквально через Наверное неделю Через полторы Через содружество Мотоциклистов Через ночных волков Европы Они нашли Они записали Видеообращение сестры А Саша соответственно Это видеообращение Отвез в Мариуполе Показал И вот так вот Мы людей нашли Да Таких случаев много Даже вот Среди моих знакомых Есть такие Которые Так и не могут Найти своих родственников Вот с Марта месяца И никакой Даже с февраля Никакой связи Которые оставались В Мариуполе Назар Расскажи о своих впечатлениях Я смотрю Твое видео Вот Его тоже можно Увидеть И в нашей видеотрансляции Нужно запустить Но это Конечно Даже не стоит Ничего комментировать Все это Рженикидзовский район Города Мариуполь Вот там уже Вы видите Просвет это море Это просвет Берег моря Да Если дальше Не видно Тортала Сазовсталь находится И вот этот район Он полностью разбит То есть там нет Ни одного целого дома Ни одной целой квартиры Ни одного окна Но Как ни странно Мы обнаружили Что там действительно Все еще живут люди То есть те Там пожилые люди И когда мы приехали туда Вечером Привезли продукты Там бабульки одной Которая нас водила По домам рассказывала Да я привезла Это да Оказалось что там люди есть То есть они как-то там В них свечки горят У кого-то может генераторы То есть это полностью Мертвые дома Знаете Вот никакой Видео или фотографии Не передаст запах И когда ты там находишься Конечно Заходишь в эти дома Это такой специфический Какой-то запах Состаревшей гари То есть Это вот создает Некое вот Общее впечатление Конечно Такое В чем-то Во многом Гнетущее Но все равно Чувствуется Жизнь есть И вот Когда даже фотографию Делать там Есть Розочка Я прямо Знаете Она как такой Как символ жизни Была Эта фотография Я нарушил все правила Залез в газон Чтобы ее сфотографировать Да Вот она Чтобы получился Красивый кадр Очень меня потом За это порицали Потому что Ну Какое-то разминирование И прошло Но Все равно Мы понимаем Что там за территория Знаете Что касается Вот передачи Гуманитарной помощи Что Когда мы передаем Что-то бойцам На передовой Что простым людям Чувствуется Что для них Очень важно Не только факт Того что мы принесли А факт поддержки То есть то что Вот большая страна Россия с ними И вот то что Приезжают люди Для них конечно Это вот прямо Это греет И то что за этими людьми Которые приезжают Стоят еще тысячи Десятки сотни тысяч Других людей Которые То знаете Это как такая Ну Цепочка Как такая цепная реакция Которая На острие Которой находится Тот самый Вот волонтер Доброволец Они чувствуют Что к ним приходит Вся страна И они не просто Какие-то брошенные Там где-то Вот Маргиналы Там никому не нужны Что они действительно Делают работу И они Живут ради Вот великой Большой России И это очень ощущается Причем даже Вот как мелочь Я привожу пример Там обратились ребята Воюющие на передовой Которые попросили Гитару Потому что ну В какие-то паузы Хочется спеть песни Там какой-то Рок-н-ролл Там все идет по плану Ну что-нибудь такое Чтобы получить разрядку Откликнулись люди Дали старенькую гитарку Старенькую Ну живую гитарку акустическую И мы им это привезли И действительно Для них это было Ну круче любого там Нового какого-нибудь Стратокастера То есть вот эта Простенькая гитарка Знаете Вот в ней пришла Какая-то вот поддержка И это действительно Там ощущается А с кем-то удалось Еще пообщаться Поговорить Что говорят Что рассказывает Виталий Назар С кем вы общались На этот раз Общались с многими людьми Ну изначально Когда заезжали Всегда нас интересовало Вот знаете как Вы спросили Вернее неправильно Мы ехали Сейчас разговаривали И вот у нас Юлия спросила Говорит Что показывают Насколько правда Или неправда И на тот момент Когда мы заезжали Мы были некими Проводниками Между Нам люди верят Доверяют И мы приносим Ту информацию И рассказываем И мы разговаривали Во многом И говорили Я лично сам Неоднократно Уже позже Говорил Я говорю Слушайте Ну а вот Реально это были Азовцы Реально это были Вот эти нацисты То есть Ну реально Насколько реально Потому что люди Реально ли что пушки Ставили в домах Совершенно верно Да И вот когда меня Брали за руку В том же Мариуполе Вот Приморский Если я не ошибаюсь Саша Подтверди Да район Когда вот Три дня Как освободили Мы заехали Женщина нас отвела К дому Она говорит Вот здесь вот Вот здесь стояло орудие Меня выгнали из дома Вот Она говорит Мы ушли в подвал Благо у нас там были Закрутки там стояли Компоты там Какие-то эти Мы там ели Мы там просто жили Да И она говорит Слава богу Когда вы пришли Потом мы встречаемся С человеком Который говорит Моего деда Взяли и сожгли Облили дом бензином Азовцы стояли там Потом дом облили бензином И сожгли Я говорю За что Он говорит А ни за что Просто потому что русские Он говорит Если бы русские сюда не зашли То спалили бы всю деревню Всю деревню бы просто взяли и спалили Это Владимировка была Да уже Передовая Вот Он говорит Просто ни за что Ну просто потому что Вот он такой Из советских времен Вот дед и дед Вот Поэтому как бы Действительно Ну Тот посыл Который мы несем Вот Назар мне понравился, он правильно сказал, мы туда едем с гуманитарным грузом, а обратно везем информацию, обратно везем тем эмоциям, которые нужны людям. Вы знаете, вот сейчас все больше и больше поддержки чувствуется. На первоначальном этапе люди откликнулись, была большая волна, когда люди, которые готовы были отдать последнее, принесли, да, вот это был февраль месяц, март месяц завозили. А потом, знаете как, был такой момент, когда люди находились в каком-то вакууме информационном, они не понимали, что происходит. Они вроде как слышат, читают, да, но все перебивается какими-то информационными разными там вещами. Плюс наши не товарищи с запада подкидывают и подливают все больше и больше разных там каких-то фейков, фолк, фейков, ложь, да, в интернет. А сейчас, вы знаете, вот действительно чувствуется, действительно ты видишь, в каком объеме эта помощь идет. Помощь идет. Назар, есть что добавить. Ну, на самом деле эмоций-то очень много и мыслей, информация. Ну, некоторые думают, что вот люди, которые там, они расскажут все как есть. Я для себя обнаружил, что там есть тоже определенные проблемы со связью. Те люди знают, что происходит вот в их поле зрения, да. И часто мы им, они у нас спрашивают, они у нас спрашивают, что вообще происходит, что будет. То есть, это мы им тоже несем какое-то... Как они обмениваются, откуда они берут вот какую-то информацию вообще? Вот мне интересно. Ну, там есть реально проблема со связью, потому что вот наша связь там не работает. То есть, там работают местные операторы связи. Сейчас все равно это почти пришлось заново отстраивать эту связь. Сейчас подняли уже узлы интернета, но все равно качество желает лучшего. Люди черпают эту информацию с интернета, видят. Но большинство это вот как раз-таки та прямая связь, общение с гуманитарными миссиями, понимание, что вы делаете. Ну, смотрите, в Мариуполе цветущий приморский город, многонациональный наверняка город. Там и русские, и украинцы, и евреи, там кто угодно жил. Греков очень много. Греков, да. Ну, изначально греками было основное город. Да, конечно. Вот. И вдруг начинается... Люди вообще сами, наверное, не понимают, что происходит. Кто... кому верить, кому не верить. Может быть, и когда вы приходили, было ли с их вообще стороны какое-то опасение, может быть, или что-то? Приходилось ли с этим сталкиваться? Первые дни, когда мы заходили в Мариуполь, у нас, как у добровольцев, как у военнослужащих тоже, которые шли вторым эшелоном, были как раз-таки сомнения, как же нас будут встречать люди. Но я был очень рад, что нас обнимали, радовались со слезами на глазах, приветствовали, что русские пришли, все, теперь мы в безопасности. Эти люди же потом, как Виталий Сергеевич уже сказал, рассказывали, вот как над ними издевались укронацисты, как они ставили танки во дворах и специально расстреливали по жилым домам, по периметру. И когда нас видели уже, понимали наши обознавательные знаки, что мы русские, нас распростертыми руками, целовали, обнимали. Им на тот момент даже не нужна была еще ни гуманитарка, им нужно было понимание, что все, русские пришли, русские их не бросили. Ну, мы видим вот эти фотографии, во что превратился город, на самом деле это памятник военному преступлению нацистов, потому что они, этот город, воспользовались им как живым щитом, людям не дали уйти. Они людей насильно оставляли, чтобы ими прикрываться, то есть действительно танки ставились между домами, там гранатометы на верхних этажах, то есть жилые дома с людьми превращались в огневые точки. И это на самом деле очень усложняло работу нашим бойцам, и из-за этого были, ну, потери, потому что приходилось руками их выцарапывать, вот Александра не даст соврать, рассказывали участники тех событий, что приходилось просто делать хирургическую операцию, выкурия оттуда этих нацистов. И во что превратился город, это как раз вот след их военного преступления, потому что наши бойцы по максимуму пытались сохранять жизнь людей, а эти воспользовались просто как живым щитом, людей не выпускали. Много случаев, много историй, которые рассказывали нам, что у прованцистов снайперские расчеты, прям стреляли по людям, которые пытались покинуть территорию, именно там подвала, боевых действий, уйти в безопасное место, открывали огонь на поражение по детям непосредственно. То есть, из окна жилого дома работал снайпер в окне, прикрываясь ребенком, держа его на прицеле, то есть, и, соответственно, наши бойцы не могли этого снайпера отработать, потому что в окне, это даже, ну, это видео было, в окне стоит ребенок, из-за которого просто работает снайпер. Это вот их тактика ведения боя. И с этим приходилось бороться, но, к счастью, это уже прошло, Мариуполь освобожден, и вот, что обратило внимание, я там оказался вот в этом, как бы, нашем рейде первый раз в Мариуполе. Город действительно оживает. Сейчас активно строятся дороги, ремонтируются дома, то есть, там даже, вот, мы общались со строителями, есть дома, которые не подлежат восстановлению, их будут сносить, но это будет после зимы, там живут люди. И сейчас в эти дома заводятся коммуникации, свет, тепло, чтобы люди могли перезимовать. То есть, делается все, чтобы люди, кто остался в городе, могли эту зиму пережить, когда придут холода. Еще раз напомню, кто у нас сегодня в гостях. Это председатель общероссийского общественного, общественной организации наследия Виталий Шереметьев, Назар Далицкий, мото-клуб «Ночные волки». Также к нам чуть позже присоединится Олег Скульптор из «Ночных волков». И, конечно, Александр Гриденко, это депутат Народного совета ДНР. Давайте поговорим все-таки о том, что сейчас происходит в Мариуполе. Уже осень, уже скоро зима, готов ли город к зиме, много ли там осталось жителей, что там происходит, что работает, что не работает. Давайте на этом вопрос отвечу, наверное, я. Жителей осталось достаточно много, порядка более 200 тысяч населения. А было? Было порядка полмиллиона, чуть больше полмиллиона. А остальные кто-то эвакуировался? Конечно, это эвакуировались в Российскую Федерацию, кто-то в другие направления. Но сейчас потихоньку люди возвращаются в свои дома. И как раз вы правильно задели вопрос, это отопление сейчас немаловажный вопрос. Работы в этом идут достаточно большие. Запустили порядка девяти котель в Мариуполе. Работа тяжелая, потому что, помимо того, что поврежден сам отопительный контур в здании, также нужен подвод воды и остальных коммуникаций. Но работа идет, планируется запуск отопления на максимальном, потому что это достаточно очень важный сейчас аспект. Но также есть альтернативные варианты отопления. Это буржуйки. Люди сейчас снабжаются углем, дровами. Но это в частном секторе. Да, в ВЖС. Конечно. В частном секторе. Многоэтаж, как это будет отопление. Город потихонечку отстраивается. Есть уже сданные дома. То есть, уже отстроенные, уже расселенные. Процесс идет, но не без трудностей. Нет ли ощущения какого-то хаоса происходящего, какого-то беспорядка? Потому что в такой ситуации, мне кажется, так сложно все это как-то предусмотреть. Хаоса нет. Вы правы. Да, это вопросов в житейских столах были значительно много, больше, чем раньше. Но из-за сконструированной правильной работы по определенным направлениям все упорядочно. Да, есть свои проволочки, есть очереди на получение стройматериалов для восстановления частного сектора. Какие-то дома будут многоэтажные, будут восстановлены чуть позже. Сейчас строится маневренный фонд для расселения жителей, чтобы перезимовать в холодные времена. Но есть четкий алгоритм, по нему отрабатывает местная администрация. И мы со всеми трудностями справимся. Вы говорили, вот Назар говорил, в частности, о проблемах со связью. Есть ли такая проблема? Да, вначале это была вообще колоссальная проблема, потому что операторы украинские резко ушли из города, когда только начинались боевые действия. То есть они не были отключены из-за того, что были повреждены линии связи. Это просто рубильником отключили специально, чтобы не было связи никакой. И вот как раз-таки первые наши дни гуманитарной миссии, добровольческой миссии, когда мы приезжали, мы привозили, конечно же, с собой гуманитарку, что могли с собой взять, да там, из своих запасов, из своих зарплат, что мы тогда могли купить в магазинах. Потому что уже после мы наладили работу с общественной организацией наследия. И основная наша задача в первые дни, это было обеспечить людей связью. Связью не просто, а связью с родственниками. То есть мы выходили и говорили, кому нужно позвонить. Тут подбегает очень много людей, просят. С моего телефона звонили и в Португалию, и в Грецию, и, мне кажется, во все точки мира. И самое тяжелое было эмоционально, когда человек берет, рядом с тобой стоит, набирает телефон. И первое, что он говорит родственнику, мама, Маша, я живой. Вот, это прям мурашки по коже. Это очень тяжело было. Но это было очень важно и полезно на тот момент. Позже связь, вот на данный момент фиксированная связь работает, мобильная связь работает. И уже многие большие участки города обеспечены и мобильным интернетом. Я видела сюжет, что уже и телевидение появился, телеканал местный возобновился. Работает. Они сначала начинали работать через интернет, сейчас запустили телецентр. Всю местный телеканал Алюполь-24 работает. Люди узнавали информацию, но вот не знаю, как у... Ну, наверняка у многих же остались старые приемники, у КВ, КВ, на батарейках, которые работают. Вначале это был основной источник информации, да, который работает. Потому что с наших предыдущих, с города Новоазовска также работала радиостанция. И, в принципе, на территории Мариуполя тогда люди могли получать сигнал. Но, опять же, электричества не было, это на батарейках приемники, либо автомобильные. Так получали информацию. Я смотрю, Виталий на меня смотрит, и ему есть что добавить, видимо. На самом деле, вы знаете, вот много друзей, и ребят ко мне потом обращались, и говорят, слушай, вот вообще и впечатления, и вообще какие советы, рекомендации. Я сравниваю с тем, что в первую неделю, и в первую, там, вторую, третью неделю Мариуполь ушел в каменный век. Ну, то есть вот на первоначальном этапе люди, люди, ну, к сожалению, может быть, знаете, когда вот проходит долгий период, люди немножко успокаиваются, да, как-то втягиваются, да, и как вот мне говорят, слушай, как дети в Донецке гуляют? А я говорю, ну что же, просидеть 8 лет дома, гуляют, они выходят, да, сидят в песочнице, идут, разрывы, да. И вот почему я говорю каменный век? Потому что, слушайте, люди оказались в том, что у них нет электричества, у них нет газа, у них нет отопления, у них нет воды, у них нет ничего. И вот эти люди, они начали около своих подъездов формировать кухню, летнее, летнее, в смысле, название, да, такого. То есть все готовилось как? Два кирпича, даже на балконах, решетка из духовки, дрова какие-то тут же срубленные или принесенные из двора, вот, и на этом грели воду, на этом готовили кушать, понимаете? Вот, я знаю, что как бы основной массы и свечек, и спичек просто не было, да, какие-то зажигалки, там, еще что-то. То есть люди обменивались, люди делали, создавали такие вот себе какие-то кухни уличные, да, на которых они готовили. А потом, чуть позже, летом, когда стало потеплее, создавали души, с которыми и прожили сейчас, да, вот до холодов уже. Вот эти уличные такие же, грели воду там, да, и все принимали душ, ходили там мыться. И туалеты, ну давайте так, канализация-то не работает, ничего не работает. Соответственно, и когда шли обстрелы этим людям, ну, то есть нужно было какие-то свои потребности, да, нужду справлять. И это просто страшно. То есть когда идут разрывы, это, вот мы приезжали, когда эта канонада бесконечная днем и ночью грохочет по Азов-Стали, а ночью темно, а ночью ничего не видно, потому что нет света нигде. А если еще дождь или туман, или тучи какие-то, то просто нет света. Это знаете, это просто, да, нету его нигде, да и светить нельзя было, да. И получается, ты никуда выйти не можешь, ты сидишь просто в кромешной тьме, у тебя нет ничего, ты никакого огня там ночью себе там водички не вскипятишь, не подогреешь, ну потому что это опасно просто, да, где-нибудь огонек загорится ненужный, да, и отработает. В туалет не выйти, извините. Никуда не выйти, никуда не выйти. Поэтому я это сравнил, я говорю, что это некий каменный век И нужно об этом думать Нужно об этом думать Вы знаете, я не допускаю мысли О том, что это произойти может На территории нашей страны Уже наших городов, но Я хочу сказать, что тыловая работа И подготовка, она должна вестись всегда Всегда К этому надо быть готовым На самом деле, очень здорово Люди самоорганизовывались Помогали друг другу Это отличает, что люди кооперируются Действительно, это повышает шансы к выживанию Ты спрашивала Как там страшно А как? Сейчас попросим Виталий расскажет Есть же потери среди волонтеров Да Да, у нас произошла большая трагедия 10 июля Наши ребята работали В глубоком тылу, под Шахтерском И попали под артиллерийский обстрел Из 23 молодых ребят 11 ребят Погибли И некоторые числятся пропавшими без вести К сожалению, да Это простые молодые ребята Вот у нас был Парни из Астрахани Это ребята, которому 23 года То есть это совсем молодые люди Которые приехали для того, чтобы работать Помогать, оказывать содействие, помощь И это к вопросу о том, что страшно или нет Да всем, наверное, страшно Но я вам хочу так сказать Что когда ребята попали под обстрел А Саша был с ними Саша был с ними Саша был очень сильно ранен И Саша на своем машине На своей машине смог вывести 9 человек От машины ничего не осталось Ни крыши, ни окон, ни стекол, ни дверей Там, я не знаю, и колеса, мне кажется Были пробиты все Два колеса пробиты Они на этих дисках Саша 9 человек вывез Из этого страшного ада Из этого обстрела Вот Причем по ним били точечно-адресно Да, это были отработали Это не случайно Зная, кто это Что делают эти люди Били по ним четко-адресно На поражение И ребята, вы знаете Вот действительно Саша очень долго реабилитировался Восстанавливался Они все попали, естественно Все были расстреляны Все были в осколках Всех, кто выжил Ребята, да И У меня было, знаете Ощущение, что после этого Как-то волна желающих Станет меньше Наоборот Вот как только информация Стала доступной Известной И в наших организациях По всей России В наших отделениях Люди узнали Вот адресный запрос Желающих поехать Стал гораздо больше То есть это говорит О консолидации Объединения общества Вот Но Вот этот пример И вот шеврон Который у нас у всех одет Вы знаете Он действительно стал уже Как я говорю Символом Доблести и чести Во имя тех ребят Которые пострадали Которые погибли Которые не брали в руки оружие Которые приехали Для того, чтобы просто Помогать мирным жителям Для того, чтобы просто Сделать чуточку легче Чтобы им было чуточку легче Чтобы это Облегчить их жизнь Страдания Помощь и так далее Причем За несколько дней до этого Мы работали в Мариуполе В детском центре И у нас был такой Часовой момент Когда нам просто нужно было Развлекать 60 детей Мы приехали У нас была там Небольшая заминка Был показ социального кино Потому что Ну родители взрослые Стоят в очереди За водой Стоят там еще где-то Обеспечивая свой быт А детей Маленьких девать некуда И вот были такие Стихийные центры Куда эти дети приходили А ребята Привозили генераторы Проекторы Ноутбуки Включали и показывали Просто мультик Полуторачасовой И вот был момент Когда вот мы там Ночью идет тяжелая работа Мы фасуем Разгружаем Грузы Доставку И так далее А днем Вот пришлось работать С малышами С детьми Развлекать Вспоминать мультики Какие-то истории Кричалки Топать Хлопать И так далее Ну и на следующий день К сожалению Произошла страшная трагедия И часть тех ребят Кто вот сегодня работал Вечером с детьми Они погибли Это когда было? Это было 10 июля Летом Это было 10 июля 8 июля На день семьи и верности Мы были в Мариуполе Как раз работали с детишками 9 у нас были Фасовочные работы В Донецке И 10 июля В 4 утра Под Шахтерском Произошла эта трагедия Можно ли говорить Что сейчас Мариуполь Более безопасен? На данный момент Мариуполь Это является Самый тыл В Донецке В Донецке От Донецка То есть это порядка 80 километров От линии фронта И там Сейчас одна из самых безопасных Относительно Естественно Относительно Ну там Мариуполь Тихо То есть если в том же самом Находишься в Донецке Там постоянно Слышишь вот эту Канонаду То же самое Вот в Алмавахе Мы были там вообще Близко получается К линии фронта Горловка вообще По сути примыкает К линии соприкосновения По окраине Донецка Проходит К линии соприкосновения Надо понимать Что Донецк Мегаполис Миллионный город Он без воды Нет воды То есть люди На бутылочках Как-то так Вот воды Нету Уже на протяжении Тем более Сейчас не лето Пока это не Это уже не первый год Ну Раньше была Ситуация чуть получше А так как Фильтровальная станция На Не подконтроленном Территории Нет доступа К объему воды И вода Сейчас поступает По графикам Раз в трое суток Ну на самом деле Если вот возвращаться К Мариуполю Я вот там Вот оказался Не так давно То вот Впечатление от города Что он не унывает Действительно Видно что город живет Несмотря на то В каком Может быть Вот Внешнем состоянии Он находится Видно Во-первых Много работ Восстанавливаются дороги На некоторых улицах Даже работает Включено освещение Очень порадовали Вот эти автобусы Много автобусов Подарок от Санкт-Петербурга Прямо написано То есть Ну так как Санкт-Петербург и Мариуполь Города побратимы Ездят автобусы по городу То есть Город Он как-то вот Крутится Вот Живет Шипит Что-то делается И очень на самом деле Меня поразило На фоне общих разрушений Не пострадавший Вот этот парк В центре Действительно Вот все деревья Большие стоят Как такой вот Островок жизни Знаете Такой вот На фоне руин А действительно Атмосфера в городе Такая Что город не сломлен Город живет И город активно Возрождается И вот никаких Сомнений нет Что в ближайшее время Он все-таки Наверное превратится В новый город Сад Выставка Вы говорили О какой-то выставке У нас сейчас еще будет Небольшая У нас время Очень быстро летит К сожалению Будет небольшая Музыкальная пауза И мы тут небольшую Такую рукировку Произведем здесь У микрофонов Что за выставка? Да Вот буквально Сегодня в два часа Мы открыли выставку Которая называется Мариуполь жив Это фотоработы Сделанные вот Ребятами В том числе Волонтерами И к сожалению Те кто погиб Это такие Ну вот Рвущие душу Фотографии города Которые мы выставили Вот здесь Недалеко от вас В колледже Университета имени Адмирала Макарова Сегодня было Торжественное открытие Этой выставки Которая дальше Потом поедет По разным учебным заведениям Ее по всей стране ждут Выставка показывает Вот реалии Современного Мариуполя И работу тех людей Которые вот ведут Вот эту гуманитарную работу Которые не дают Городу вот Зачахнуть И работают с людьми К сожалению Часто с риском Для своей жизни Продолжаем наш разговор У нас Также к разговору Присоединяется Член клуба Ночные волки МС Олег Сатин Скульптор Олег Добрый день Вы тоже побывали Сейчас В гуманитарной миссии В Мариуполе Ну Начну конечно С простого вопроса Расскажите О ваших личных впечатлениях Да Мне такая честь представилась Я своими глазами Увидел все то Что вот сейчас Многие видят На фото выставке В Мариуполе жив Но вы знаете Я вот К тому что ребята Рассказали Хотел бы добавить Еще от себя То что я Наверное Не увидел А услышал Я имел возможность Пообщаться с людьми Которые Живут Увидеть их отношения К друг другу И вы знаете Я вспомнил Рассказы своей бабушки О войне О Великой Отечественной войне И провел Такую вот Знаете Вот аналогик С теми событиями В частности Отношения Друг к другу Я увидел Очень теплое отношение И поддержку Именно вот Во всем На дороге Жизни В быту То есть То чего нам Очень не хватает Здесь В мирной жизни То что Происходит там То есть Не потому что Они живут Так Некоторые стали Одним днем Там Зошьми в моде Все свои Смертеньеры Нет Просто потому что Они имели Такую возможность Переоценки Ценности То есть Материальная часть Ушла на задний план В первую очередь Все таки Человеческая жизнь И Жизнь твоего Ближнего Потому что От него зависит Собственно говоря И твоя судьба То есть Вот это я заметил И вот сейчас Мои мысли О создании Экспозиции Они как раз Будут опираться На Все таки Не на материальную часть Неразрушенные дома Неразрушенные Какие-то Автомобили И чей-то бизнес А именно Судьбы Людей Потому что За этим Будущее И жизнь Зависит Целиком И полностью Только от того Насколько они Духовно Сильны Я увидел Я увидел Это в людях То есть Он действительно Жив И жив В сердцах И духе Этих людей Которые находятся Там Да Действительно Вот Наблюдая Этих людей Там И в том числе И бойцов И людей Которые живут Вот на этих Разбитых землях Они Очень остро Поняли Цену жизни Цену И ценность жизни И знаете Там вот Нет ничего На основу Там все Очень четко Очень правдиво И нет никакого Лукавства Потому что Действительно Эти люди Очень близко Я включаю Там есть бойцы Которые воюют На Донбассе Уже не первый год Некоторые там С самого начала И это Их реальность И вот это Именно ценность жизни Она выходит На первый план И там Не нужно врать Там не нужно Лицемерить Там все по-другому Это действительно Это другие люди Я увидел Немного другую Модель взаимоотношений Между людьми То есть У них нет ничего Что называется Зажравшимся Там все Натурально И все Ну Не наносное И это действительно Так Еще один момент О котором бы хотел сказать У нас Очень часто Ради какого-то Развлечения В городе празднуют Такие праздники Как Хиллуин Вот вы знаете Я понял Там И только там Я понял Насколько Это серьезно Это не шутки Очень много Преступлений Которые совершались На территории Украины Они совершены Не просто потому Что Это какая-то Нелюбовь Или там Отвоевание Черритории Это На самом деле Удар уже По нашей религии По вере Потому что Преступления совершались В церквях Страшнейшие Мученические смерти Которые Приняли люди Они приняли их Не только потому Что они Каким-то образом Имели отношение К России Это потому что Люди которые Имели отношение К нашей христианской Мере Там по сути Жертвоприношения были То есть Да То есть Это вот то что Сейчас для многих Развлечения Там уже не шутки Это сатанизм И то что Сейчас На самом деле Надо внимательно Изучая Наблюдая За нашими детьми Стараться Как-то От них отдалить Потому что Это на самом деле Вот это страшно Победа изнутри Она намного Страшнее Чем победа Ну договаривались Ну не переходите Прилетные красные линии Поэтому мы не будем Говорить что Не в этом году А вот последние 8 лет Делали с жителями Донбасса Эти нацисты Но это действительно Это ужасно И ты понимаешь Что это выходит за Какие-то здравые рамки Вот человеческого Мировосприятия Действительно Это какие-то прямо Вот жертвоприношения Людей просто Настолько замучивали Это настолько Адские были смерти Причем это делали Не с военными Это просто Вот с обычными людьми И вот Когда ты вот это видишь Ты это понимаешь Приходит Осознание Что мы сейчас Ведем борьбу Даже не С этими украфашистами Не с наемниками НАТО Мы просто ведем борьбу С сатаной Который пытается Через них Этот мир под себя Подмять То есть это Действительно Священная война И вот те люди Которые там Сражаются Они это очень Здраво понимают За что И против кого Они воюют Поэтому боевой дух У них высок У них просто Нет права Терять этот боевой дух Так О чем мы еще Сегодня не поговорили Напоследок Вспомнить Мы начали Сейчас Да Говорить Про выставку Вот Которую Сегодня мы Открыли В колледже Университета Имени Адмирала Макарова Вот Сейчас Попросит Виталия Он расскажет Потому что Там работы Конкретных Людей Фотоработы К сожалению Которые Тогда Вот В ту ночь 10 июля Погибли У нас Действительно На протяжении Вот этой работы Мы понимали Что эту работу Нужно освещать Волонтерскую Добровольческую Деятельность Ее нужно показывать Ребята обращаются Кто-то наоборот Не знает Про эту доработу Она нужна И люди нужны Всегда Как бы там ни было И Вот как раз В ту смену У нас была идея Создать И начать записывать Некоторые такие Репортажи С ребятами Которые бы Передавали их Эмоциональное состояние Вот то о чем Олег сказал Что душевные качества Действительно Почему человек поехал Что он увидел Что он хочет передать Для чего он это делает У многих ребят Есть дети С нами выезжало Большое количество Афганцев Именно взрослых Мужчин Которым за 60 лет Они все просятся поехать Они не могут участвовать Уже как бы Ну не берут их Там на передовую Да Но тем не менее Они не могут Оставаться в стороне Это очень важно И вот Потом произошла Эта трагедия Мы немножко остановились И сейчас мы понимаем Что Вот эта выставка Она родилась Как раз таки На основе фотографий Тех ребят Которые уже участвовали Которые присутствовали Которые видели Это их фотографии В большей степени Это даже Какие-то их Знаете Собственные зарисовки Мы их сейчас Нашли Мы сделали Для того чтобы Показать людям Действительно Простым Простыми глазами Не какими-то Профессиональными Большими Красивыми Фотоаппаратами А простыми Телефонами Простыми фотоаппаратами Для того чтобы Показать людям Вот ту Реальность Вот И выставка Пойдет по России Уже прям в очередь Выстраиваются регионы Все хотят ее Почему Санкт-Петербург Потому что действительно Мариуполь Побратим Санкт-Петербургом Потому что ребята Оказали нам содействие Помощь для того Чтобы эта выставка В принципе родилась Чтобы мы могли ее сделать И я думаю Что еще несколько недель Она будет в городе Приглашаю всех По возможности Поучаствовать Посмотреть Она будет менять локацию Следите за нашими Новостями На наших страничках Вот Но она того стоит Как минимум В память о тех парнях Которые реально Без оружия Еще раз повторюсь В руках Отстаивали И помогали И защищали И поддерживали Мирное население Донбасса Ну а дальше По регионам России Уже можно будет Отслеживать Смотреть И принимать участие Вообще хочу сказать Подытоживая Что у всех желающих У кого есть потребность Желание В душе Я считаю Что каждый человек Должен сейчас Сделать для победы Максимум Что в его силах Это может быть Даже письмо на фронт Дети делают Это здорово И люди читают Мы с Назаром На позициях читали письма И ребята после этого Говорят Можно мы заберем эти письма Там как бы Бабушки нам принесли В прошлый раз носки Передали письмо И это письмо у нас там Забрали Они говорят Слушай Мы прям зачитывать будем На позициях Это так трогательно Это так подбадривает И для тех людей Кто готов помогать Есть мотоклуб Ночные волки В Санкт-Петербурге По регионам Есть наследие В Санкт-Петербурге И в регионах Обращайтесь Пишите Мы собираем Различную гуманитарную помощь Мы знаем Как ее вести Мы знаем Куда ее вести И если есть желание Поучаствовать И поехать Мы тоже открыты Мы принимаем заявки Всех тех людей Которые хотят с нами поехать Хотят быть добровольцами Волонтерами Поучаствовать Информация вся В интернет ресурсах есть Поэтому мы открыты для всех Назар, Олег Я знаю Что и другие Некоторые Мотоклубы Петербургские Поддерживают с вами Связь в этом смысле И тоже принимают Участие Конечно Особенно хочется Отметить Мотообъединение Русские медведи Которые ребята Очень активно Подключились Они и сами работают То есть Не только через нас Но вот Их хочется отметить Отдельно Артема Что Ну вот они Прямо это Воспринимают Как некую Священную миссию И мало С кем можно Это сравнить Действительно Поддержка Очень мощная Очень помогают Прямо И вот снова Ими собрана Определенная Там гуманитарная Помощь И медицина И ну Разные вещи Которые скоро Мы повезем Они и сами Этим занимаются Поэтому Вот сейчас В этой ситуации Действительно Определяется То Кто является соратником Действительно Люди Стоют Плечом к плечу Чтобы как-то Двигать Чтобы приближать Вот эту Нашу победу И наверное Завершить можно Знаете Вот этими словами Что наше дело Правое Победа будет за нами Враг будет разбит Я бы еще хотел добавить В одном из интервью Сергей Бодров Пошли сказал Хорошие слова Когда идет война Нельзя осуждать Руководство страны Нельзя анализировать Его поступки Нужно просто Взять Оружие Или то Что ты можешь сделать Для своей страны И сделать это Потому что Это истинный патриотизм А все остальное Оставить на потом Трудно не согласиться Сегодня очень важно Чтобы каждый Смог ответить себе На вопрос Что лично я Сделал для того Чтобы приблизить Эту победу Спасибо Я напомню Что сегодня У нас в гостях Были Мотоклуб Ночные волки Назар Долицкий Олег Скульптор А также Виталий Шереметьев Общероссийская Общественная Организация Наследия А также Александр Гриденко Депутат Народного Совета ДНР Спасибо И до встречи Всего доброго Спасибо Спасибо